ДТП Вместе мы можем и изменить наше будущее. Народные избранники вынесли на общественное обсуждение два важных социальных законопроекта. Вместе мы можем и изменить наше будущее. Это соглашение о сотрудничестве с министром связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым и президентом Ростелекома Сергеем Калугиным. Изначально в графике подключения НАО стоял на 2018 год в планах министерства. Но благодаря плотной работе как губернатора округа лично с министром Николаем Никифоровым, так и администрацией компании Ростелекома нас удалось перенести на 2015 год. В программе первого дня Петербургского экономического форума обсуждение перспектив российско-японского и российско-индийского экономического взаимодействия, мероприятие делового форума Шанхайской организации сотрудничества, рассмотрение проблем во взаимодействиях между ЕС и ЕАЭС, а также усиление роли стран БРИКС в международной финансовой системе. Петербургский международный экономический форум проходит под девизом «Время действовать совместными усилиями к стабильности и росту». В Кремле обсудили реализацию государственной антинаркотической политики. Под председательством Владимира Путина прошло заседание президиума Госсовета. В нем принял участие глава Ниницкого округа Игорь Кошин. В ходе заседания президент обозначил приоритетные направления и меры, которые предстоит выполнить государству в сфере противодействия наркомании и наркобизнесу. Смертность молодежи от наркотиков уменьшилась на 30%. Такие цифры приводит официальная статистика. Ежегодно страна теряет не менее 50 тысяч людей в возрасте от 15 до 34 лет. Столь высокие показатели стали стимулом к принятию государственной программы по борьбе с наркоманией. В 2010 году за подписью президента программу стали внедрять во всех регионах. По сути, этот документ стал планом борьбы с наркоугрозой. Помог консолидировать усилия органов власти и гражданского общества в решении этой проблемы. Вместе с тем, ситуация с наркотизацией в России остается непростой. Не прекращаются попытки распространения наркотиков в регионах Российской Федерации, в том числе героина, поставляемого из Афганистана. На смену дорогим наркотикам приходят более дешевые и доступные курительные смеси и спайсы. Синтетические наркотики – новая угроза российскому обществу. В связи с этим Владимир Путин обозначил приоритетные направления – усиление оперативной работы спецслужб и тесное взаимодействие с органами иностранных государств в сфере противодействия наркомании и наркобизнесу. Еще один важный аспект – повышение эффективности проведения профилактики, лечения и реабилитации наркозависимых граждан. В стране действуют 98 наркологических диспансеров, 10 больниц и более 2000 амбулаторных кабинетов. Саму систему социальной реабилитации нужно восстанавливать уже на новой основе и на современных подходах. Но восстанавливать нужно. Эти задачи сейчас частично решают структуру гражданского общества, негосударственные реабилитационные центры. Всего по стране таких организаций более 500. Полагаю, что необходимо включить их в формируемую национальную систему комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. В Ненецком округе уже сейчас действует программа «Комплексная реабилитация и ресоциализация отдельных категорий граждан», выделенные из окружного бюджета 12 миллионов рублей, рассчитаны на 2015-2017 годы. Люди, которые добровольно хотят пройти реабилитацию, могут получить сертификат на лечение. Максимальное количество дней, на которые можно получить сертификат на ресоциализацию, составляет 180 дней. В сутки сумма предусмотрена в размере 1100 рублей. И общая сумма от 198 тысяч в течение года можно получить на реабилитацию и ресоциализацию. То есть она обеспечена сертификатом. Сертификат получить можно, подав заявление к нам в департамент. Мы со своей стороны гарантируем принять меры к анонимности, то есть конфиденциальности информации. По данным Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты, в округе порядка 30 человек, страдающих наркоманией. С каждым годом увеличивается количество тех, кто пробует наркотики впервые. Без систематической работы всех уровней власти и общественности решить проблему наркомании будет невозможно. Валентина Чебич и Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Депутаты окружного собрания вынесли на общественное обсуждение два законопроекта. Первый касается распределения средств федерального бюджета между очередями горожан, имеющих право на переселение из районов Крайнего Севера. Второй – дополнительной поддержки отдельных категорий граждан. Нормативный акт, касающийся переселения, предлагает направлять средства федерального бюджета гражданам, имеющим право на получение жилищных субсидий. Во вторую – четвертую очереди, к которым относятся пенсионеры, безработные и работающие в целях сокращения периода ожидания получения господдержки. Изменения в закон на дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан касаются капитального ремонта индивидуальных домов. Данные изменения вносятся в закон в связи с поступлением обращения от жителей муниципальных образований округа. Оба законопроекта общественного обсуждения размещены в разделе «Документы» на официальном сайте собрания депутатов НАО – sdnao.ru. Жители округа могут ознакомиться с ними и направить замечания и предложения на электронный адрес – парламентсобака.sdnao.ru – срок до 28 июня 2015 года. И смотрите далее в выпуске. Танцы под крышей. Подростки облюбовали чердак одного из жилых домов. Сначала молодые люди распивали алкоголь, курили, а затем устраивали вечеринку. С доставкой на село в регионе продолжается так называемый «северный завоз». В населенные пункты уже доставлены тысячи тонн груза – уголь, дрова, масла и дистоплива. Кто следующий на очереди? Высокие награды первой, второй и третьей степени за особые заслуги получили сотрудники службы судебных приставов. Награждать лучших работников ведомства в знаковые для России дни – это уже добрая традиция. Альфия Минемулина уже девятый год работает в отделе службы судебных приставов. Работа, по словам этой скромной женщины, сложная, но служить Отечеству для нее больше, чем работа. Здесь я работаю с 2007 года, и до этого еще у меня за плечами военная служба, 12 лет. Так что вот вся жизнь, можно сказать, на службе Отечества. Своей заслуженной наградой за службу третьей степени Альфия очень гордится и говорит, что обязательно дослужит до высшей награды. В этом не сомневаются ее коллеги, которые тоже сегодня получили медали. Ежегодно к Дню России награждаются сотрудники за выслугу лет медалями за службу третьей степени, второй степени и первой степени. И также награждаются медалью ветеран Федеральной службы судебных приставов России. Всего в ведомственную награду в отделе судебных приставов получили 14 сотрудников. Медаль третьей степени за 10 лет службы получили 12 человек. Медалью второй степени один сотрудник. И высшей наградой медалью первой степени за 20-летний стаж удостоился Павел Сенгур. Любовь Пермякова, Роман Делимарский, телеканал «Север». С миру по нитке в Наринмаре проходит сбор средств на лечение женщины. В ноябре прошлого года Анна Шубина попала в ДТП, в результате которого ее здоровью был причинен тяжкий вред. Осложняла ситуация тем, что женщина готовилась через пару месяцев стать мамой во второй раз. Анне требуется срочная операция. Сейчас она находится в военном госпитале в Москве. Неравнодушные жители округа могут перевезти денежные средства на карту Сбербанка. Реквизиты вы сейчас видите на своих экранах. Северный завоз в Ненинском округе в самом разгаре. В полном объеме годовым запасом топлива уже обеспечены поселки Харутах, Ривер и село Коткино. Вщели навезут дизель, тошвицко-лабожская пыль имеет Сеоксина в ожидании судов с последними партиями масел и смазок. Тем временем к разгрузке угля и дров приступил и Канинский сельсовет. Первые суда с топливом пришли внесть в начале июля. 1800 кубометров дров поставлены для нужд Несим, Глы и общины Канин. Это необходимый годовой объем Канинского сельсовета. Разгрузили почти полторы тонны угля. На подходе боржа с последней партией кузбасского топлива. Также морем доставлены горюче-смазочные материалы. Около 300 тонн жидкого топлива и 400 тонн масел и смазок. Два этапа произведена. Первая и вторая боржа. Зашли. Работаем в штатном режиме. Все, смены качаем круглосуточно. То есть все хорошо. В порядке. Дальше, да, по участкам. Чижа, Шойник и Е. Теперь Канинский сельсовет обеспечен необходимым запасом топлива. В муниципалитете северный завоз начинается рано, чтобы люди смогли перезимовать без проблем. А вот каратайки приходится ждать до июля. Это связано с тем, что морская навигация там открывается позднее. У нас недавно лет только ушло. ГСЛ пока 27-го, да. Ну а в августе там уголь, дрова и так далее. Продукты необходимые есть. Есть топливо, есть. Уголь доведен с того года, все нормально у нас. Так, не волнуйтесь. Что касается Печорской топливной навигации, она идет полным ходом. В щели навезут дизель, Тошвицка, Лабышская, Пылемец и Оксина в ожидании судов с последними партиями масел и смазок. В Великовисочном принимают баржу с твердым топливом. Партия содержит 40% планового объема. Также виски ожидают бензин. В целом период речной и морской навигации в населенные пункты округа будет доставлено 13 тысяч кубометров дров и около 28 тысяч тонн угля и больше 9 тысяч тонн дистоплива, масел и бензина. Под крышей дома твоего. Эти слова и знаменитые песни теперь как никогда актуальны для жителей Титова-3. В доме в чердачном помещении вот уже несколько недель местная молодежь устраивает шумные гулянки. Веселые посиделки с алкоголем плавно перетекают в ночную дискотеку. Жители дома и рады бы новым соседям, да только не таким. В некоторых семьях воспитываются маленькие дети, а шум, который доносится с чердака, перебивает сон даже взрослому. И это не все. Поначалу незваные гости собирались в этом коридоре на первом этаже. Здесь они грелись, распивали спиртные напитки и оставляли соответствующие надписи. Но когда жители дома стали прогонять молодежь, они сразу же обребывали самый верхний этаж в доме, то есть чердак. Здесь-то мы их выгоняем, они туда залезли, да и все, мы этих не видим. Время, ночь, люди спят. Это же все слышно, как они там бегают и музыка играет. Там столик у них все, стаканчики, пепельницы. Опустошенная бутылка водки, пластиковые стаканы и разбросанные окурки. Это все, что осталось после бурного отдыха молодых людей. Последний раз на чердаке дома их видели в минувшие выходные. Предположительно, по словам жильцов, это группа подростков от 16 до 18. Роман Гришин один из тех, кто нарушителей порядка запомнил в лицо. Его квартира расположена рядом с лестницей, ведущая на чердак. Видно, что молодежь, один из них кое-как прям стоял на ногах, думал, с лестницы упадет, стоял, закрывался. У меня в квартире их не слышно. Их слышно именно, когда вот они вот подходят уже сюда, то есть когда они спускались вниз. Тут, потому что тоже они стояли, тоже там кто-то кому-то что-то доказывал. Видимо, очень хорошая тема была для обсуждения у них. Это отнюдь не единственный случай. После одного из них жители дома самостоятельно заблокировали выход на крышу. Укрепили люк, повесили замок. Правда, не рабочие для видимости думали, это отстановит молодых людей. Но незваные гости снова оказались на чердаке и устроили там очередное застолье. Это же на чердаке они и пожар могут устроить. Там же все деревянные перегородки, все. Да что может сделать молодежь, если они сейчас безбашенные? Все могут сделать. Чаще всего романтические посиделки под крышей дома главные герои устраивают ночью. Поэтому подниматься на чередачное помещение жильцы, конечно же, не рискуют. Говорят, опасно. Неизвестно, что у подростков на уме. Но проблема кажется близка к решению. Полицейские пообещали регулярные рейсы, и управляющая компания уже в ближайшее время люк закроет на замок. Олег Танзийский, Роман Делимарский, Телеканал Север. И вот что вы увидите далее в выпуске. Сохранение культуры в регионе презентовали новый номер уникального журнала. Материал публикуют сразу на двух языках – русском и ненецком. Что принесла Пунушка на этот раз? Презентация нового номера уникального детского журнала «Пунушка» прошла в этнокультурном центре. Это единственное в России издание, где статьи о культуре родного края выпускают как на ненецком, так и на русском языках. А в регионе журнал пользуется большим успехом. Чем же новый выпуск отличается от предыдущих, расскажет Любовь Пермякова. Этот журнал «Словно птица Пунушка» появляется в округе два раза в год и уносит читателей как на крыльях в такой родной и в то же время незнакомый край, где каждая страница – это новое открытие. Вот и новый выпуск журнала «Пунушка» распахнул свои страницы словно крылья. Этот журнал – прекрасное пособие для изучения ненецкой культуры, ненецкой литературы, потому что там в каждом номере мы фольклор печатаем, легенды, сказки с красочными рисунками, которые обычно делают дети, и произведения местных авторов. Особенность этого номера, что впервые за 9 лет удалось тираж вместо 500 экземпляров сделать 700 экземпляров. Многочисленные рубрики в тундре, народные промыслы, стихи, активный отдых, северный фольклор, знатные люди, приметы, родной язык давно полюбились маленьким читателям. Там ненецкие слова есть некоторые, которые я еще не знаю. Я их учу. Одежда очень красивая. Мне бы тоже хотелось ее поносить. Мне понравилось то, что всякие старинные имена, когда были чумы. Одежда очень интересная, всякие узоры и головной уборки интересные. Спасибо. Будешь теперь читать журнал? Да. Этот журнал, выпускаемый на ненецком и русском языке, давно уже стал не просто детским журналом, но и методическим пособием для взрослых. Информацию из этой уникальной книги активно используют учителя и воспитатели, педагоги дополнительного образования, готовясь к занятиям и урокам. Новый выпуск журнала «Пунышка» можно почитать в городских библиотеках и библиотеке этнокультурного центра. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Сеер». Побаловать себя мясными деликатесами, отведать натурального меда и обновить гардероб. И все это в одном месте. Такая возможность есть у жителей и гостей Наринмара благодаря Белгородской ярмарке. Поспешите. Всего она продлится 10 дней. С 18 по 29 июня включительно. Мясо кролика, грудинка, свиные уши, мясной орех. Большой ассортимент натуральной и мясной продукции приведет в восторг даже требовательного гурмана. На закуску можно приобрести различные соленья, рыбу, сливочное и домашнее подсолнечное масло и сыры. Очень хорошего качества сыра копченая колбаса. Она очень дорогая, но она приготовлена из чистого мяса, которое готовится 48 суток. Любителям сладкого по душе придется натуральный мед. Пчеловоды с 25-летним стажем привезли на север целых 30 видов лакомства. К тому же мед – это не только вкусное, но и полезное удовольствие. С маточным молочком, вот белое очень полезно. Само маточное молочко очень полезно, богато витаминами. Наринмарские модницы порадуются не только летним платьем от дизайнерской мастерской, но и приятным ценам и скидкам. Одежда представлена в разных цветах и размерах. Модели, они не повторяются. Раз в две недели выходит новая коллекция. Ярмарка работает каждый день с 9 до 21 часа по адресу 60 лет СССР, дом 2. Надежда Литкова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.